всем добрый вечер напишите пожалуйста слышно ли хорошо ли проходит связь сейчас мы подключим нашего эксперта вопрос на котором мы разбираем тему феминитивов иностранных и заимствованных слов с экспертом лингвистом и автором словарей борисом ломдиным спасибо большое что написали что все хорошо слышно замечательно вот к нам присоединился борис борис добрый вечер добрый вечер слышно меня да замечательно да собственно давайте я еще раз представлю тему наша тема называется так скажем открыто я использую феминитивы и иностранные слова верно ли это и пожалуй давайте мы с вами начнем немножечко с представления не могли бы вы рассказать о себе чем вы занимаетесь и ваш какая ваш научная деятельность ну я лингвист как понятно уже я окончил массовский государственный университет и с тех пор занимаюсь лингвистикой очень долго работаю в институте русского языка имени виноград в российской академии наук исследованиями в яндексе преподаю в разных местах и главная область моей деятельности это слова и их значения составление словарей изучение новых слов и исследование всего того что с этим связано ну вот кратко так да также вы ведете свой телеграмм в канал в котором вы опрашиваете в общем широкую до общественность о том знают ли они какие-то новые слова можете ли привести несколько примеров какие слова например фигурируют у вас в канале может быть какие-то неожиданные находки которые вы обнаружили но дело в том что я в общем очень давно стал записывать себе просто заметка в телефоне те слова которые я услышал в течение дня и их так бывало много и это было так интересно что какой-то не показал что этим надо делиться с другими людьми и не просто так чтобы людям стало интересно еще чтобы попутно что-то исследовать и вот я уже почти полтора года назад 1 января прошлого года открыл такой телеграм-канал под названием узнал новое слово вот так вот можно найти и действительно каждый день строго каждый день вот уже больше 500 дней я там публикую то слово которое я узнал в этот день вот действительно без шуток и так и так оно получается я каждый день хотя бы одно слово где-нибудь узнаю не то что я специально их разыскиваю в общем я читаю свои ленты в разных социальных сетях я говорю с людьми я слушаю то что происходит вокруг меня и вот такие слова появляются но я не просто публикую в канале а я и вот это мне кажется самая важная вещь я спрашиваю людей встречалась ли им такое слово там есть такой вот телеграме замечательный механизм опроса не во всех социальных сетях это хорошо работает где сразу можно увидеть сколько людей отметили встречалась ли на это слово или например встречалась но они его не принимают или первый раз видят но тем не менее хорошо понимают или первый раз видят и вообще не понимают что это такое и вот оказывается что слов таких огромное количество а знания людей они совершенно разные то есть мне очень трудно предугадать что будет может быть что слово действительно и никто никто не знает там может быть один процент людей из подписчиков канала или из тех кто проголосовал там не только подписчики это слово встречали но у меня сейчас там больше пяти тысяч подписчиков ну в общем достаточно много чтобы какая-то такая была представительная картина а бывает так что 70 даже 80 процентов людей словах скажешь точно не встречалась и комментариях удивляется ну как же так неужели кто-то его не знал вот вторая может даже первой по ценности и сейчас собственно комментарий каналу потому что в комментариях люди пишут где они встретили это слово что оно значит спорят с тем как я его описал или предлагает свои толкования предлагает свои примеры спорят с друг другом это по-моему ужасно важно и ценно вот я только что вчера был на такой конференции по лексикографии будущего то есть как будут устроены словари на будущем что такое вообще словарь пользуется ли кто-нибудь сейчас словарем может этого все давно уже не нужны все просто гуглит но это да такой да внешний вопрос и ну чего бы хотелось и мне кажется вот такой но но новый тип словаря это слова которые составляют все сообщества как где люди могут высказываться но вот когда кто-то шутил в словаре далее нельзя написать камень то есть ты можешь прочитать статью словаре далее но ты не можем ничего ответить и ты не можешь высказать свое мнение или что мы довольно давно поняли что это на самом деле было бы очень ценно а потому что какой бы ни был опыт у лексикографа на самом деле конечно специалистов большой опыт большое количество особенно сейчас инструментов для выявления новых значений но все равно это не заменит комментарии людей которым это интересно которых другой языковой опыт потому что у нас у всех разный а какие там бывают слова но слова самые разные вот потому что я специально их не подбираю ну так вроде бы ну правило у меня единственное это слово я вот впервые узнал я мне оно не встречалось это не обязательно значит что слово новое для всего языка хотя в общем часто действительно довольно но я все-таки проверяю прежде чем вывешивать нет ли его уже в словарях обычно нет или есть на других значениях но иногда при этом это слово может быть появилось очень давно выясняется это кстати говоря не сразу это как раз выясняется часто с помощью пользователей ну вот не так давно мне попалось такое слово каком-то форуме нариношка люди обсуждали какую-то любимую еду вот значит нариношка а где покупаете нариношке мне слово показалось ну тем более что вообще слова с офисом к которых мы сегодня наверняка еще будем говорить потому что ты на тему феминитюр ну вот они обычно новые с этими словами занимался даже вел такой семинар от дубленки до традиционки где там 24 тысячи таких слов было найдено идет на их изучали и но такой слов не не попадался вот ну вот какое-то новое слово и вдруг люди начинают комментировать дает не новое слово я его с детства помню я такого слова с детства не помню не знаю вот как наши слушатели скажут помнят ли они такое слово и что вообще они о нем и стал искать действительно встречается она редко но встречается и вот оказывается сначала я обнаружил какие-то примеры в начале 21 века а потом в конце двадцатого и наконец доискался до 1965 года ну прямо скажем слово не новое оказалось что 1965 году в такой специалист под правильным питанием в ереване предложил такой новую молочную смесь для искусственного вкармливания детей годного возраста назвал в честь своей внучки на рене ну и вот стал продаваться такая смесь и потом уже люди стали использовать просто как-то будет интересно ну что ли лакомство ну не очень распространялось это слово ни в один словарь общем не попало но попадается довольно много людей которые его знают и любят вот такое слово причем мне хочется не просто как слово публиковать а еще здорово если обнаружить это интересный лингвистический такой факт или или какое-то какое-то лингвистическое явление вот я стал думать и какие вообще еще слова название еды в честь каких-то людей на самом деле этих не так много через конкретного человека вот но может быть самый известный пицца маргарита в честь королевы но это это все-таки в общем такое название больше букву пишется так что прямо как на ренешка с маленькой буквы но мне там люди предлагали аленку тоже название большую букву это такой вот возникает интересные разговоры интересная вещь за этим одним за этим одним словом стоит то есть слово на самом деле в общем оказалось не такое уж новое конечно бывает слова наоборот совсем новую то есть какие-то новые технологии возникают и новые слова появлялись но я стараюсь но просто какие-то термины естественнее каждый день знающие какие-то термины самых разных областей там ну скажем в моей собственной области я больше знаю это там появляется китин гистический термин каком-то какой-то статье или конференции которые не слышал автор может только что вел уж тем более конечно там я не знаю термин химических или еще каких на это не так интересно но вот бывает что какая-то забавная судьба вот совсем недавно мне попалась такой рабочей переписки с глагол питьюнить и звучит он вроде как так как будто такое слово могло быть не знаю только флоридали в русских диалектах питьюнуть но это вообще-то оказывается от совершенно ну так сказать нового такого английского питьюн то есть это некая технология связанная с ну грубо говоря с улучшением качества работы систем вроде чат gpt то есть чего-то совершенно нового но оказывается в комментариях выяснилось много других значений от слова слова пить у нити от слова пить еще других и там стало обсуждаться еще взять русского и сосла питьюкать а из того 5 у них в смысле давать 5 и значит даже кто не согласен питьюнити то есть значит вот так вот ставьте такой лайк в общем тоже целый вокруг этого интересный мир возникает ну вообще если думать как появляются появляются новые слова да откуда они берутся это не всегда легко определить то есть но я не знаю как если какая-нибудь значит эти через большая река то найти ее вот из каких рычагов она складывается металл непростое дело когда ты находишься на берегу в том месте где она же широкой ну вот ни с чем не перепутаешь а в самом начале то есть слово может тянуться в историю куда-то может быть даже много десятков лет и еще как-то не очень замечаться курсировать каких-то небольших таких сообществах пока она вдруг не выйдет иногда вот что-то такое удачное случается в истории есть не логизм которые кто-то просто придумал вот редкий случай ну там может быть известны примеры слова слова робот который придумал брат фантасты карла чапок по-чешски она такой обсе языке попала или там какой-то слова газ который был еще раньше придумано ну так те примеры которые качают из работы в работу лингвисты и знаешь их не очень много но от меня иногда попадаете такие слова которые меньше известны тоже придуманность в художественной литературе или удачно переведенной из недавно таких~~~ слов который у меня был в канале такое слово но птира чушь значит не тоже чушь а птира чушь а птира чеши NDQ c то оказывается bestehtть от астрогизма извиненного неверо естественно там кто-то говорит это про птиратакселем да как он птиратаксил Terre а чушь ну это также тереть такой способ так сказать сказать parl с несетнику что он говорить чушь но еще используя его собственные слова и вдруг оказалось что это слову шубочное использование переводчиком. Просто попало в не то, чтобы... Оно стало общеупотребительным. Мы еще, наверное, поговорим об общеупотребительности. Но, во всяком случае, то и дело, люди его используют, ну, вот, отчасти, естественно, юмористически. Ну, такая вот чушь в квадрате. Или совсем пару дней назад мой коллега употребил слово нехемульский. Значит, хемуль, кстати, мало кто из подписчиков, оказывается, знал. Герой о книжках Моми Троллях, Ту Вильянсен. И там в книжке где-то говорится, что хемуль с нехемульской силой что-то сделал. Тоже явная находка переводчика. Я, правда, не посмотрел, как там было в оригинале по-шведски. Но думаю, что тоже что-то такое. То есть, ну, человек с нечеловеческой силой, а хемуль он не человек. Он такой, что он, значит, с нехемульской силой. Но вот это слово совершенно употребляется и не только про силу, значит, нехемульский в значении там большой, неординарный, удивительный. Вот обрастает такой своей, как бы, семантикой. Ну, довольно интересный тоже способ появления слова, мне кажется. Ну, можем ли мы, допустим, такие слова, которые вы сейчас употребили, из вот вашего канала использовать то, что называется официальный русский язык? Или же это все-таки такие неформальные слова или какие-то же организмы, которые, конечно, не употребимы? Очень по-разному бывает. Бывает, что у меня, ну, вот какое слово попадется, попалось мне слово водопроявление. Это как раз совершенно официальное, акциозное даже слово. Такое вот немножечко ну, эвфемистическое, эвфемизм, то есть вместо того, чтобы сказать, что где-то произошла утечка или даже там наводнение, ну, вот власти, чтобы не травмировать людей, пишут, ну, на такой-то станции произошло водопроявление. Выясняется, что это слово не придумано было сейчас, я поискал, оно вообще там тоже в середине советской эпохи, но как-то оно существовало в документах официальных. Это тоже так бывает, что слово из документов как бы никуда не уходит на первый план, пока вдруг где-то кто-то на него не обратит внимания. Сейчас это, конечно, может произойти благодаря тому, что ты опубликовал картинку где-нибудь в Инстаграме, где мы сами находимся, или в Facebook, или еще где-то, и так что там, ну, так сказать, может быть, 80% таких вещей никем не замечается, а 20% замечается и распространяется. Иногда даже люди начинают использовать это либо в шутку, а либо даже потом уже и не в шутку. То есть официальность этого... Слово действительно из официального становится совершенно неофициальным. Тут тоже здорово, когда нападаешь на такой целый как бы ряд. Вот недавно это слово... Ну, больше, конечно, у меня слова попадаются, ну, вот, ну, грубо говоря, в интернете, когда я читаю, потому что понятно, что круг общения в интернете, наверное, в общем-то, здесь сейчас больше, чем реальный, потому что ты прочитываешь в день там большое количество сообщений в разных социальных сетях и просто в новостях или где угодно. Ну, и ты разговариваешь с людьми. Но от людей, с которыми я говорю каждый день, трудно ждать совсем уж новых слов, хотя пары сразу у меня были, потому что я прямо из-за членов семьи услышу. Слово, которое я никогда не слышал. От детей такое, может быть, из детской среды. Но тут я услышал на улице слово, которое я даже не знал, как записать. Ченухи. Ченухи, то ли ченухи, то ли ченухи, то ли чунухи. Ну, вот, было понятно, там кто-то говорил, мы ехали через какие-то чунухи. Вроде стало понятно, что это речь о том, что это какое-то место такое далекое. Где оно, значит, просто с помощью подписчиков канала удалось выяснить. Значит, это конкретное село в Харьковской области. Значит, село вообще называется чунухи. И оно вот там, сначала там, это можно по текстам посмотреть, в начале 90-х годов, вот только там вокруг Харьков стало употребляться, как такое неудобно расположенное место, туда автобус не ходит, там ходит раз в день, вот какие-то такие чунухи, ченихи. Значит, ну, вот, тут уже исказилось название, сфокциальное название села превратилось в инфициальное слово. И тут выяснилось, тут я вспомнил об исследовании, которое мы делали, по-моему, в прошлом году, может быть, нет, в позапрошлом году, в Яндексе. Значит, исследование регионального слова. Это было довольно большое исследование по блогам. Тогда это был Яндекс.Дзен, сейчас это уже не Яндекс, но это тексты, которые пишут люди в блогах Дзена. Там удачно, что можно было посмотреть на то, откуда человек, где он, если он залогинен, то видно IP-адрес, откуда человек написал, пост или статью, или комментарии. И там посмотрели на частотность слов, если она резко отличается от региона к регионе. То есть в каком-то регионе слово гораздо частотнее, чем в среднем. И вот такие слова исследовали, там, наверное, около несколько тысяч слов мы довольно долго это делали, изучали, опубликовали, можно посмотреть. Но там была такая группа слов, возвращаясь к чунухам, чунехам, описывающие такие отдаленные места. Оказывается, это целое такое, целое явление в языке, наверняка, и в других, когда название некоторого места становится нарицательным для значения что-то труднодоступное. Там в разных регионах, очкуры, по-моему, на Дальнем Востоке, тутуновка, это, по-моему, в Пензе, если я правильно, пупырловка, курмыши, тягули, турлы, это еще не все нам попалось. Ну вот здорово, когда что-то, что мне удается найти, вписывается в какое-то, в нечто большее, чем просто вот отдельное слово. Вот такой тут источник пополнения, пополнения русского языка. Интересно. Давайте, прежде чем, мы перейдем к следующим вопросам. я озвучу правила эфира для тех, кто с нами в первый раз. А пока я их озвучиваю, могу ли я вас попросить немножечко сдвинуть камеру, чтобы у вас тут было чуть повыше, чтобы у вас было чуть побольше видно нашим зрителям. Да, замечательно. Давайте я озвучу, что для этих эфиров мы собираем заранее вопросы в соцсетях таких дел. И сегодня как раз мы будем отвечать на такие вопросы, которые нам прислали вы, наши подписчики. Мы пойдем по списку. Когда они у нас закончатся, в конце будет возможность задать вопрос в комментариях Борису напрямую. Вот первый, собственно, был как новые слова появляются в языке. Вот так вот, если подытожить, каких-то прямо определенных алгоритм А, Б и С нет. Очень по-разному это все происходит. И очень сложно это категоризировать. Правильно ли я поняла? Ну, категоризировать, конечно, можно. Таких исследований много. Откуда вообще слова появляются? Я далеко не все. Я называл примеры своего канала. Там понятно, что есть, ну, так сказать, не очень интересные вещи, но просто по обычным законам языка с обычным словом будет слово, на которое никто не обращает внимания. Или заимствование, что тоже очень часто. Я скорее на такие курьезные примеры приводил. Конечно, категоризации не занимает. Но предсказать, приживется ли такое слово, это вот уже гораздо более сложная задача. Понятно. Вот давайте про приживание, или я не знаю, как правильно сказать, слов. Перейдем к следующему вопросу. Освободен. Вот, следующий вопрос. Вопрос, да, у нас такой. По каким нормативным словарям определяются такие слова, которые можно использовать в официальном или литературном русском языке? И вот тот, кто нас спросил, пишет официально в 2009 году признано 4 или 5 таких словарей, которыми по факту почти никто не пользуется. Как же проверять слова на ту самую официальность или литературность? Ох, это очень больной вопрос. Только что, вот вчера, это очередной раз обсуждалось на одной конференции, где были участники люди, которые как-то связаны с законом о русском языке, который продвигается и которые пытаются как-то с ним бороться. Это невероятно сложно, потому что, как всегда, закон продвигает чиновники, которые, мягко говоря, не очень хорошо понимают науки, в частности, в нашей и в том, как устроен язык. Значит, действительно, идея чиновника все время в том, чтобы каким-то образом какую-то сделать норму, а что не в норме, то как-то, значит, запретить или ограничить. Ну, даже в этом законе, в общем-то, не сказано, что запрещать какие-то слова использовать. Там говорится, что ограничивается использование слов при использовании русского языка как государственного. Не то, чтобы понятно, что это значит, какой случай используется язык, как государственное, в каком случае, как какой-то еще, но, наверное, можно понять так, что, ну, например, в текстах законов или в каких-то государственных официальных мероприятиях может быть. Дальше вопрос говорит, что вот должны быть те слова, которые нормативны, а нормативность определяется списком словарей. Вот за этот список словарей борьба ведется уже много лет, что это такое должно быть за словарей, потому что это действительно очень больный вопрос, потому что получается, что очень серьезное значение получает такой словарь, который, по которому будут проверять, что это за слова. При этом, ну, не то, чтобы предлагалось в закон вставать какие-то, ну, условно говоря, неправильные словари или какие-то ненаучные, в общем-то, нет, конечно. В частности, там в свое время фигурировал совершенно замечательный грамматический словарь Андрея Анатольевича Залезняка, это просто с научной точки зрения великолепная вещь, мало в каких языках такое есть. Другое дело, что этот словарь, ну, в общем, написан для специалистов. Пользоваться им реально очень сложно. Если любой человек, который его откроет, если кто-то его найдет в бумажном виде, ну, там такие сложные обозначения, что не очень разберешь, можно посмотреть просто, есть там слово или нет, но и все. При том, что этот словарь вообще имел решающее значение в нашей компьютерной лингвистике, просто даже, например, компания Яндекс, в общем, благодаря этому словарю в свое время появилась, потому что именно этот словарь был оцифрован в лаборатории компьютерной лингвистики института программы передачи информации и использовался для того, чтобы искать примеры слов в русском языке, ну, просто искать по-русски, неважно, в каком падеже, это уже была такая революционная вещь. То есть, словарь совершенно замечательный, но использовать его сейчас для того, чтобы определять нормативность, нельзя хотя бы потому, что не то, чтобы Андрей Анатольевич залезня включал в словарь только те слова, которые он читал нормативные. Он включал там разные слова, в том числе и разговорные, просторечные и какие-то еще. И это вот очень важно понимать, что в словаре слова, вообще говоря, снабжаются пометами, как к ним относиться. И это может быть слово нейтральное, где ничего не написано, а может быть слово устаревшее или уходящее, или редкое, или диалектное, или еще какое-то. И вот это уже в законе, мне кажется, не особенно объясняется, что вот надо не просто, чтобы слово было в словаре, чтобы оно еще там как-то не было. Итак, мы возвращаемся в эфир. Он прервался по техническим причинам. Сейчас мы пригласим обратно к нам Бориса. Вопрос о словарях. Давайте повторю. Для тех, кто с нами не был сначала, вопрос наш звучал так. По каким нормативным словарям определяется литературный русский язык? Вот на этот вопрос отвечал Борис. Добро пожаловать обратно. Извините за техническую проблему. Да, значит, вот это на самом деле действительно такой сложный вопрос, что вот даже, видите, эфир не выдержал. Как, как, по каким словарям? Потому что хороший ответ на этот вопрос нет. Это на самом деле до конца еще не определено. Насколько я понимаю, это несколько лет уже обсуждается, если не больше 10 лет, какие словари включать, словари включить, этот список, какие не включить. И что это вообще значит? Потому что хороший словарь, он не то, чтобы запрещать или разрешать, он описывает, что происходит. Вообще, в современном мире, в современной лексикографии, в науке и в словарях происходит поворот вот так называемой прескриптивности к запрещению или разрешению, к требованию, к дискриптивности, к описанию, что-то писать, что есть. Чтобы люди знали, вот такие-то слова используются, а такие-то используются меньше. А значит, они то-то и то-то. А какие-то слова используются и при этом вызывают неприятные ощущения или наоборот приятные ощущения. Или показывают, что ты из такого-то региона или из такой-то социальной среды. Это все очень важно. Но это принципиально не то, что говорится. Вот эти слова просто отсутствуют, их нет. Потому что идея, что если слова нет в словаре, то его нет в языке, эта идея, в общем, ну, как-то трудно ее сейчас считать правильной и современной. Поэтому хороший ответ на вопрос, какие словари должны быть, по каким надо определять, в общем, нет. Потому что этот список определяет. И у нас, в общем, нету, хотя есть много словарей, но нет такого словаря русского языка, про который все бы согласились, что этот словарь современный, в котором есть достаточное количество слов, в котором четко определяется их нормативный или ненормативный статус. Вот существует большой академический словарь русского языка. Такой огромный проект. 17-томный словарь, который мало кто, наверное, сейчас себе представляет, хотя он там существует в библиотеках, но он закончил выходить больше, чем 50 лет назад. Трудно сказать, что это был современный словарь, тем более, что писали еще, насколько его раньше. Примеры, которые используются, были еще более старые. То есть пример начала 20-го, может быть, середины 20-го века, несовременный. Сейчас делается новый большой академический словарь русского языка. Он тоже делается уже с начала 21-го века, уже больше 20 лет, еще дошел только до буквы «С», и еще не дошел до конца. И этот словарь огромный, там уже 30 томов, дорогой, он есть для тех, которые нет в интернете. Пользоваться этим реально маловозможно. И то нельзя сказать, что этот словарь содержит все, что есть и пользуется, чего нет, не использует. Там есть пометы. Поэтому, ну разве что, где в какой области имеет смысл это говорить, в области орфографии, может быть, и орфоэпии в некоторой меньшей мере. То есть как писать и как произносить. Вот тут, может быть, имеет смысл говорить о нормативности. Но вот в орфографии, наверное, это то место, где я бы согласился, что, наверное, должна быть какая-то норма. Не очень будет хорошо, если все будет писаться десятками разных способов. Ну вот я буквально недавно наткнулся на слово «паннакотта». Значит, такой… Меня спросили, как писать это слово. Такой десерт. Его, оказывается, нет в общем словарях. Вот таких пуплю… Официально признанных, что называется. А в тех, что есть, например, Вики, Словаре, Википедии, разные написания. Вообще я насчитал как минимум 12 возможных написаний. «Паннакотта» с одним «Н», с двумя «С одним», с двумя «С двумя», с дефисом, без дефиса, с тире, без тире. Ну вот, ну, наверное, будет странно, если все будут писать 12 разными способами. Значит, как-то, наверное, надо было бы это упорядочить. И хорошо, если это где-то будет… Это делается. Вот есть такой ресурс «Академос», такой, так сказать, онлайн-вертая психографическая флора русского языка. Наверное, я бы посоветовал, если вот речь об орфографии, смотреть, там довольно много слов, больше 200 тысяч. И он довольно оперативно пополняется. Что касается орфоэпи-произношения, тут уж дело сложнее, потому что произношение – дело уже, ну, более сложное, чем написание. Тут труднее, может, письменность вообще как бы искусственно все-таки создается, на нее проще влиять, на то, как люди говорят, влиять сложнее. И нет единого словаря, на который все могли ссылаться. Даже вот в Институте русского языка есть два конкурирующих проекта – орфоэпические слова русского языка и Большой орфоэпические слова, или тот и другой делает совершенно замечательный коллективом авторов. Но у них могут быть разные решения. Вот, к сожалению, нет такого единого. Вот это сложно. А вот что касается вообще вопроса, можно ли употреблять такое слово или нет, нормативно оно или нет, хорошего словаря я тут посоветовать не могу и вообще не считаю, что следует как-то так вот утверждать, что это плохое слово. Его никогда не надо употреблять. Я считаю, что должна быть информация о словах, которые реально употребляются, указанием того, как это слово надо оценить. Ну, например, как просторечное, и, например, как более, в каком-то регионе или в реке людей какого-то возраста. И то это надо делать очень аккуратно. Ну, то есть мы можем сказать, что, да, с точки зрения в целом языка, как вы сказали, не существует каких-то плохих или неправильных слов. Но если мы говорим с точки зрения, наверное, все-таки, да, языка как социального инструмента, здесь, возможно, они есть. Вот, допустим, все мы помним тот момент, когда был принят законопоэт, который запретил на телевидение, радио и матерные слова. Вот, и вот в целом, наверное, какие-то такие слова можно считать с точки зрения, да, какой-то большой социальной конъюнктуры плохими. Но в таком случае они же тоже будут, поправьте меня, они же тоже будут присутствовать в словаре, просто они будут с пометкой или там в каком-то специальном словаре и они будут быть пометкой, как жаргон или там... Да, это тоже огромный вопрос. Тут надо, да, различить плохие слова, это можно знать разные вещи. Плохое в смысле, ну, такое, которого носители, которые носители языка не используют. Это самое простое. Когда мы учим иностранный язык, мы должны понимать, что вот так не скажут. Вот если я скажу по-русски, я не знаю, вместо табуретка, табуратка, ну, значит, я... Ну, вот так вот люди по-русски не говорят. Если кто-то, условно говоря, изучающий русский язык так случайно сказал, ну, вот это плохое в том смысле, что так не говорят. Вот это легко, да? Ну, не говорят так, а говорят по-другому. Если же речь идет о словах, которые носители используют, то это уже более сложно. Что значит, что они плохие? Может оказаться, что как бы обществом признано, что они не нормативны, не литературны, то есть общество, ну, или, скажем так, какая-то образованная часть общества, еще не очень понятно, кого сюда отнести, считают их какими-то неправильными. Какие-нибудь наобившие оскорные примеры вроде звонят, про которые вот давно считаются, что они там почему-то какие-то вот так не надо, при том, что люди так говорят. Наконец, есть слова с плохим смыслом, так сказать, которые, ну, вот, там, грубые или обижают людей, или вот это вот, что касается слов, там, матерных, да, или нецензурных, вот это такой очень сложный вопрос. Они, конечно, неплохие в первом смысле, они как раз используются, они чуть ли не самые, может быть, частотные в некоторых сферах, да, то есть, ну, была такая вот незабавная история, мои коллеги там в Петербурге в свое время исследовали живой русский язык, разговорные, вообще мало хороших исследований, они вешали диктофончик на людей-добровольцев, добровольцы ходили, несколько дней говорили, все было записывалось, все разрешения, потом расшифровывалось, получился частотный словарь, там удивительно отличался от нормативных словарей, самое частотное существительное русского языка, вдруг они с удивлением видели самое частотное существительное, это существительное оказалось «блин». Ну, мы понимаем, что это «блин», да, значит, это «блин». Ну, то есть, на самом деле, не существительное, а эфемизм. То есть, вот эти слова очень часто. В этом смысле они неплохие, потому что они органичны. Другое дело, что они вызывают у людей очень сильные чувства, и это сложно. С этим надо, не очень понятно, что делать, потому что любая попытка как-то запрещать что-то говорить, ну, она сталкивается на большое сопротивление людей, которые, получается, что им, как сказать, не дают выражать свои эмоции, что-то какое-то трудно. Особенно, когда речь идет о литературе или какой-то искусстве, где они там показывают, ну, характерный для речи персонажей. В общем, вроде бы странно. С другой стороны, странно запрещать, я имею в виду. С другой стороны, ну, вот в обществе существует такая идея, что там не всем приятно это слышать, особенно там при детях и так далее. Сложнейший вопрос, настолько сложный, что в русской лексикографии до последнего времени, да, в общем-то, даже и сейчас, такие слова просто игнорируются и не включаются как раз в словаре. И вот казалось, представляешь, это большое слово, а в нем этих слов просто нет. Словаря дали, этих слов не было. Потом, когда это слово редактировало такой знаменитый лингвист Бутуэнда Куртене, он как раз их добавил. Это был большой дискуссий, надо ли было это делать. Потом в советском издании обратно выкидывали. В общем, это сложнейший вопрос, на который однозначно ответить трудно. Ясно, что тем более, что если в законе в ком-то говорится, что такие слова использовать нельзя, и вообще за них там штрафуют, не знаю, еще что-то сажают. То где-то же список должен быть, получается, некоторая такая, парадокс. Слово, так сказать, должно быть написано, чтобы ты знал, чего нельзя использовать, но как бы слово в печатном виде уже является собой некоторое нарушение табу, сложный выход. С такими словами. Ну, вот я помню, что вы упоминали в личной беседе как-то раз как раз вопрос табу в языке. То появляются слова в языке по-разному, существует множество алгоритмов и способов, табуируются, но это происходит достаточно, ну, медленно все-таки. Табуируются слова очень быстро. Вот, может ли вы немножечко рассказать про это? Ну, табу, да, ну, тут надо спрашивать антропологов, это совершенно такая важнейшая область, я все-таки в ней не специалист, но я знаю, что есть действительно мощнейшее такое табу в мировой культуре. В целом, в общем, насколько я помню, касающееся нескольких таких основных сюжетов. То есть это табу на темы, связанные с размножением, на темы, связанные со смертью, на темы, связанные с деньгами. Вот это основные такие, по-моему, еще что-то есть в мировой культуре табу. В разных культурах, естественно, разных. Где-то там в нашей культуре, скажем, про деньги, может быть, меньше там было, а вот другие как раз большое. Значит, и это то, что преодолеть очень трудно. Ну, собственно, вот то самое многовековое сложное отношение общества к этим самым условно-матерным словам, которые существуют очень давно и обнаруживаются в Новгородке Берестин и Грантах XII века. Тем не менее, ну, вот до сих пор они считаются какими-то такими, с которыми надо по-особому как-то взаимодействовать, хотя они такие древнейшие, в общем, важные, с какой-то точки зрения. Но, тем не менее, для многих неприятные. Вот, а может стабулироваться что-то, что связано с какими-то более новыми явлениями, там, с бережным отношением к разным людям. И это действительно вещь, которая довольно быстро в обществе меняется и такое табу возникает. Какие-то слова, которые, ну, вот людей обижают по разным причинам, да, потому что их вообще выделяют в какую-то особую группу, и потому что этот групп к этой группе как-то принадлежительно относится. Дальше вопрос, как, вот как с этим быть, да, потому что табу на, в принципе, того, чтобы кого-то называть, такое тоже бывает. Некоторая культура, например, запрещена, жена не может называть мужа по имени, просто никогда не может произносить, вот этого нельзя делать. В каких-то культурах нельзя произносить имя умершего человека и даже не просто имя, а слово, которое с ним выпадает, а на него похоже. Вот из языка просто выпадают слова просто десятками. Ну, вот в русской культуре такого нет. Значит, табу, а, ну, бывает табу, связанное действительно с названием человека, который с какой-то точки зрения уязвим. И вот это больной вопрос, потому что многие люди не подозревают, что кому-то это может быть обидно, что это может быть как-то неприятно, по разным причинам. Потому что это слово с чем-то ассоциируется, потому что оно было использовано в какой-то период времени, с которым хочется меньше ассоциироваться и так далее. Но это может происходить действительно довольно быстро и может оказываться довольно неожиданным для людей, которые ничего не подозревают, когда используют это слово. И, может быть, они совершенно не думают никого обидеть. Но просто, ну, я не знаю, ну, например, я могу львурски легко представить людей, которые удивятся, что слово даун превозначение человека обидно, потому что, ну, вот эта фамилия врача, который описался ответственным синдромом, и вроде бы ничего такого, так сказать, объективно могло бы не быть обидно. Так получилось, что это обидно. И это надо знать, что вот если так говоришь, что ты можешь вызывать у людей приятные чувства. И такая, мне кажется, большая задача локсикографа такие слова отмечать. Иногда это возникает, в общем, действительно быстро и словарями не очень отмечается. Ну, вот из политической сферы для многих сейчас обидно слово «прибалтика» при описании стран, прежде всего, Натвии, Литве и Эстонии, что вроде бы некоторое время назад еще никак не было. Или, по крайней мере, я скажу так, многим совершенно не было известно, что это может обидеть. Ну, это вот такое название. Но оно ассоциируется с нексией, с разными историческими событиями, и вот вместо этого появляется такое более второе выражение страны Балтии, который, надо сказать, возник в начале 90-х годов. Но вот сейчас большая часть общества знает, что вот распространяется информация, что многим людям, связанных с этими странами, это неприятно. Ну вот, и это, естественно, вызывает огромное качество обсуждений, потому что тут же возникает вопрос, ну и что им неприятно, а мне приятно. Это же я говорю, а они пусть слушают. И вот это такие споры, с которыми очень трудно иметь дело, потому что человек отстаивает свое право говорить так, как он привык на своем языке. И трудно каким-то образом его ограничивать, при том, что совершенно понятно, что то, как он говорит, может эмоционально быть воспринято другими людьми, которым это неприятно. Роль лингвиста здесь такие вещи изучать, находить и описывать, мне кажется. Да, вот здесь мне бы хотелось сказать, что тоже этот вопрос для нас в таких делах, вот этой, так скажем, обидности и права людей, которые, естественно, все имеют право говорить так, как они хотят. Вот у нас есть серия видео, которые записывает наша шеф-дакторка Маша, которая называется «Мы так не говорим», где мы фокусируемся в основном на сфере инклюзивности и говорим, допустим, почему слова такие, как «колясочник», в целом обидно для колясочников. Вот, и нам кажется, что вот к нам мы много работаем с людьми с инвалидностью, вот они нам говорят, что как ужасно, когда их там в школе так обзывали, или там колясочниками, или аутиками, аутистами, или как-то еще. Вот, да, ну в общем, да, всякими, как, значит, они, их это очень сильно травмировало, и вот что они как-то себя неполноценно в детстве или в целом в социуме просто на улице себя чувствовали. И мы, кажется, записываем это видео, предлагаем какие-то решения, и всегда комментарии полны людей, которые отстаивают свое право на то, что вот хочу говорить «колясочник», и вот буду говорить «колясочник». И тут, да, конечно, мы никакого права не имеем ограничивать человека, вот как он хочет, так как он и может говорить, но вот нам кажется, что мы тоже выполняем функцию какого-то словаря. Вот к слову о том, что интересно, такие явления, наверное, можно только изучать и смотреть, приживется ли это новая форма слова, которую мы предлагаем, или не приживется, так как альтернатива, да, человек с аутизмом, альтернатива тому же самому аутику ужасному, или еще что-нибудь. Да, да, и при этом очень сложно ведь то, что тут сталкиваются какие-то естественные языковые механизмы, привычка человека, и когда это противоречит тому тем, ну вот, ну не запретам, но рекомендациям, которые появляются, человеку становится очень сложным, у него такой возникает внутренний конфликт. Ну, простой пример, то, что вы сейчас сказали, человек с аутизмом просто длинный, да, значит, аутик коротко, я аутика не слушаю, но вот раз вы говорите, значит, что такое есть, да? Ну, это вообще, да, естественный языковой механизм, не то чтобы стопроцентно действующее, что мы все сокращаем, иначе мы давно тут сократились, там, до каких-то однозвучных слов. Нет, не все сокращаем, более того, я не знаю, железная дорога или туалетная бумага, как существует, товарищ так существует, ну, конечно, кто-то может сказать, там, железка или туалетка, но это как-то отмечено очень жаргонно, а в целом, ну, какой-то назывался, называется, не сокращается. Но многое другое, конечно, сокращается. Вместо духовой шкаф, мы говорим, духовка, значит, это не должен говорить духовой шкаф, вместо открытой письмо, открытка, это примеры, которые давно стали совершенно нормальными словами, а там современные слова какие-нибудь типа молочка, ну, еще кого-то раздражают, но там могут тоже прижиться. То есть, естественный механизм сокращения тут сталкивается с тем, что, ну, вот это вызывает неприятие тех людей, которым интересны, да? Значит, другое дело, кроме того, у человека есть собственная привычка как-то говорить, и, ну, язык это такая естественная базовая такая способность человека, и человеку довольно трудно перестроиться. Ну, как так, почти как нам трудно перестроиться ходить по-другому или дышать по-другому или еще что-то в таком духе. Сложно, тем более, если ты не чувствуешь такой внутренней потребности, понятно, что, наверное, если человек скажет, что у него там, я не знаю, походка некрасивая, надо было по-другому, там как-то будет мотивация, и то сложно. А если человеку сказать, ну, это там будет кому-то обидно, то уже не каждый скажет, что, ну, и что, ему обидно. Вернее, не каждый будет готов менять свое совершенно естественное поведение. Хотя понятно, что это, наверное, было бы хорошо, и понятно, что чем ближе человек к тому, кого ты обидишь, тем, наверное, в большей степени будет делать. Потом просто у людей разные, мне кажется, разные здесь, по-разному бедеустроены. Для кого-то нетрудно перестраиваться, кому-то это просто даже приятно, может быть, кто-то всегда подскладывает новые слова. Вот я вижу про эти новые слова, которые я вешаю в канале, что всегда возникает группа людей, которые с удовольствием их подхватывает и пишет, о, я не знал слово, но буду использовать здорово, там, отлично, прекрасно слово. А вот мне, например, умирать сложно. То есть я сам очень с большим трудом использую какие-то новые слова. Мне кажется, что я в какой-то момент, так, мне кажется, что это, ну, примерно, скажем, лет до 20, наверное, впитывал новые слова, их, к слову, реста, а дальше уже нет. А дальше уже все слова, которые появились позже, мне трудно самого начать использовать. Ну, это по-разному люди устроено. Зависит, конечно, от того, что это. То есть если это новое явление, которого не было, тогда нетрудно. Ну, вот айфон, айфон, а как же его еще назвать, конечно, это совсем нетрудно. А если что-то называлось вот как-то, теперь надо говорить по-другому, ну, мне, например, это трудно. Ну, я это ощущаю. Ну, мне это еще интересно изучить, как бы, так сказать, и собственные ощущения других людей. Ну, я чувствую это, что мне перестроиться бывает трудно. Ну, поскольку я понимаю, что в каких-то случаях мое старое употребление может оказаться неприятным. Ладно, если там старомодным. Ну, скажем, я, у нас есть такой, так сказать, семейный казус. Я говорю, как вы называете такой обычный томатный соус? Не майонез, а самый распространенный томатный соус. Кетчуп. Вот. И все, ну, я был венчат, вы так скажете. 99% людей так говорят. Но у нас, как на семье, говорилось кетчуп, потому что когда-то так в старых словарях было, ну, как-то так. Я никакого практически не знаю, кто говорит кетчуп, хотя это там, это уже и в словарях-то и сейчас нету. Но все это время мне все равно вот не получается у меня на это перестроить. Я лучше не скажу никак, чем вдруг скажу кетчуп. Мне это трудно. Но это, слава богу, никого не обижает. Ну, скажу я кетчуп, кетчуп будут надо мной смеяться. Значит, самому кетчупу или кетчупу все равно. Вот. А в других случаях я понимаю, что трудно. То есть это я не то, чтобы оправдываю людей, которые ради собственных ощущений, значит, тем не менее обижают людей, не оправдываю. Просто я как пытаюсь объяснить эти механизмы. Это трудно действительно. Ну, если трудно, то не значит, что это не надо делать, наверное. Но это действительно такая проблема. Да. И мне кажется, здесь очень хороший момент, в котором мы можем с вами перейти на обсуждение вот второй из заявленных тем этого эфира – это феминитивы. Вот. И я могу сказать, что, наверное, в каждой редакции российского медиа за последние несколько лет состоялся вот эта планерка, на которой обсуждалось, а будем ли мы использовать феминитивы, и как же мы их будем использовать. И очень многие, ну, так скажем, большинство, я бы сказала, из российских медиа пошли по консервативному пути, что, да, феминитивы, естественно, используются, но только те, которые уже устоявшиеся, допустим, писатель-писательница, сценарист-сценаристка, уборщик-уборщица, вот такие вот слова. И здесь у нас, когда мы обсуждали, у нас возник такой вот вопрос, наверное, который задают много, особенно женщин. Почему же для каких-то слов есть феминитивы, а для каких-то их нет? Да-да-да, то есть хорошо сказать. Те, которые есть, есть культ, которых нет, то есть не знакомы и не знакомы. Да, то есть вот новые слова, значит, когда-то они попали. Вот. И это действительно очень-очень интересная штука. Я тут не главный специалист. Тут надо сказать, что эта тема довольно хорошо изучается в последнее время, есть, скажем, интересная книга Ирины Хуфаевой о том, как называется «Женщина феминитива». Сейчас, только что вчера Максим Крангаус сказал, что они составляют словарь феминитивов. Ну, это, наверное, будет что-то интересное. Это очень подробно изучается. Это огромная тема, где понятно, что есть сторона такая чисто лингвистическая, ну, то есть, может быть, обе стороны можно назвать научной, но есть, по-моему, значит, науке лингвистики, собственно, внутренним свойствами этих слов, а есть отношение общества к социологии, к психологии, к еще чему-то. И трудно, конечно, разорвать вот эти вот две части, но тем не менее, надо, видимо, понимать, что это можно обсуждать вот с двух. То есть, одно дело то, о чем вы сейчас говорили, что очень хорошо понятны чувства людей, которых обижают, нежелание использовать те слова, которые люди, которые люди используют, которыми я сами себя называю, и особенно агрессивное нежелание, что в жизни я не говорил там слово авторка, я не могу говорить, не буду вообще, значит, кто авторка, тот, значит, и так далее. А другое дело пытаться вдохновлять помимо психологических причин, о которых мы отчасти уже говорили о нежелании перестроиться, там, есть еще, по-моему, интересная вещь, такая лингвистическая, почему, собственно, это происходит. И, ну, тут можно коротко обсудить, что вот те слова, которые вы назвали, я вот следил, это были слова, как раз действительно, от которых совершенно легко образуется. Значит, вы сказали писательница, да, значит, вы сказали сценаристка, да, и еще одно слово тоже. И было уборщик-уборщица. Да-да-да, прям вот как бы на подбор, с теми тремя суффиксами, с которыми все нормально. Писатель-писательница, сценарист-ценаристка, уборщик-уборщица. С этими словами обычно в русском языке проблем нет. Вот с этими суффиксами примитивы образуются относительно легко и не вызывают никаких специальных вещей. Слово уборщица, слово сценаристка и слово писательница совершенно обычно. Художницы даже можно привести много примеров. Все дискуссии, как мне кажется, на самом деле вертятся вокруг небольшого числа слов. Это слова вроде, скажем, редакторка, авторка, значит, блогерка, режиссерка, вот как мне кажется, мы замечаем, что там другие суффиксы, да? Значит, в основном с ними. Значит, и вот тут, по-видимому, это не случайная вещь, что с какими-то суффиксами слова не обсуждается, не вызывает особого удивления и особых проблем давно существует, а с какими-то вызывает. Тут есть несколько, по-видимому, лингвистических факторов. Один из факторов действительно такой, что в зависимости от суффикса слово более или менее, более или менее распространенным. Значит, ну вот мой коллега Дмитрий Зеленский изучил вот тот же самый словарь Зелезняка, который я упоминал уже сегодня, замечательный грамматический словарь, на предмет феминитива. Словарь, между прочим, делался в 70-е годы, когда моды на эту тему не было и обсуждалось не так, как сейчас. Значит, во всем словаре, ну, больше тысячи таких слов уже тогда. Из них очень, значит, там, там больше 500 слов, да, почти тысячи слов на ица. Значит, там, например, вот эти слова совершенно тоже, ну, вроде художницы, да. Значит, вот, а какие-то слова гораздо более редкие, которые вызывают особые ассоциации. Значит, например, какие-нибудь слова вонапиня, да, психологиня, вот таких слов меньше, они вызывают более особое ощущение, что у всех таких суффиксов есть какая-то своя ассоциация с ними возникает. Хотя это, например, древнейший суффикс, то есть какое-нибудь слово монахиня или слово государыня, или слово рабыня. Естественно, это совершенно древнейшие русские слова, которые, ну, никак нельзя сказать, назвать недавно появившимися. Но у них вызывается, нет исключения нейтральности, если просто говорить, то ненейтрально. Вот что-то такое какое-то, если мы сейчас будем образовывать слово с иня, то оно не будет восприниматься как нейтрально. Вот искка будет восприниматься как нейтрально. Ентка будет восприниматься как нейтрально. Иня ненейтрально. Вот это просто одна вещь. Какие суффиксы? С какими-то нейтральными, с какими-то нейтральными? А суффикс зависит от того, какое у нас изначальное слово. Значит, есть суффиксы, которые просто не работают на новое слово. Он плохо работает. Иня довольно, так говорят, лингвист непродуктивный. К нему трудновато сейчас новое. Раньше образовывалось, теперь нет. Истка совершенно продуктивная, нормальная. Но истка, то есть это добавление как слово наист. Но не все профессии конечно же, это наист. Ну просто вот, значит, какие мы с вами обсуждали, какие сейчас я назвал, там автор, режиссер, блогер, они не наист. Если бы был, пофантазируем, авторист, режиссист и блогист, то я уверен, что автористка, режиссистка и блогистка вызывали бы гораздо меньше вот таких обсуждений. Они бы образовали совершенно нейтрально. Это одна вещь. Другая вещь – это ударение. Значит, оказывается, что в большинстве случаев в таких словах ударение должно стоять непосредственно перед этим самым суффиксом. То есть истка или йорка и так далее. Словам типа автор или блогер, можно сказать, в этом смысле не повезло, у них ударение не на последний слог. То есть по, так сказать, закону русского языка было бы, естественно, авторка значит, вот с переносом. Но переход ударения плохо получается, тут некоторый такой конфликт. Ну, тут надо было бы подробно это объяснять тем, как устроено ударение в разных типах. Но нет у нас сейчас, наверное, на это времени, но в целом это... Ударение очень важная вещь. Поэтому, значит, если бы слова типа авторы, блогеры имели другие суффиксы, другие ударения, было бы проще. Значит, а с суффиксами типа йорка, таких правил нет. Значит, я посмотрел на частотность таких феминитивов, например, на нтка. Самая частотная, в новом корпусе текстов. Студентка, пациентка, клиентка, официантка, аспирантка, ассистентка. Согласитесь, что эти слова не вызывают споров, не вызывают каких-то особых ощущений, из-за ощущения, ну, какое-то ощущение новое. Более того, если будет образовано такое новое слово, оно тоже не вызовет проблем. А вот слов на йорка, как если бы режиссерку, да, просто очень... Не то, что в словарях мало, а даже в речи очень мало. Я посмотрел «Большой корпус» 2017 года, я нашел фантазерку, призерку и стриптизерку. При том, что еще последние очень редкие, на самом деле. То есть, ну, вот разница фантазерка, но это, ну, тоже не сказать, что самое частотное слово. Ну, вот с таким суффиксом это получается, значит, с орка еще того меньше. Значит, я нашел плодожорку, ну, это вообще не человек, да, юниорка, вот юниорка. Но юниорка, ну, тоже не сказать, что слово самое распространенное. Значит, зависит от суффикса, зависит ударение. Ну, вот пример, кстати, вот по поводу режиссера, да, значит, много очень обсуждений того, что слово режиссерка вызывает у каких-то людей какое-то такое там ощущение. Опять же, оставим за скобками все высказывания, что зачем вообще коверкают русский язык, почему нельзя, те, кто называют себя режиссерками, те, ну, понятно, что это все аргументы несостоятельные, что, значит, что новых слов не может быть или что тебе что-то не нравится, когда люди почему-то используют новые слова, это все смешно. Ну, то есть, как-то не смешно, в смысле, я могу это объяснить, но мне кажется, что это имеет, так сказать, ну, совершенно аргумент непробиваемый. Ну, да, бывает, что новые слова людям не нравятся, они так рано или поздно могут пробиться, могут не пробиться. Но возьмем я слово режиссер и слово постановщик. То же самое, вообще говоря, синоним. Ну, значит, вот режиссер, постановщик, просто постановщик русское, слово режиссер, французское, в принципе, значит, то же самое. Иногда даже есть такой режиссер-постановщик. Есть какая-то классификация режиссеров. Значит, постановщик, как мы образуем в Минитике. Ну, это, наверное, постановщица и царь. Постановщица. Да? Нормальное слово постановщица. Пожалуйста, смотри национальный корпус русского языка. 1966 год. Вот я посмотрю, это произошло таким образом. Замечательная балетная постановщица и балерина Бронислава Нижинская обратилась ко мне с предложением сделать декорации для трагедии Габрия. Ну, значит, текст совершенно гладкий, такой вот. Если бы так получилось, что слово постановщик заняло в русском языке ту нишу, которую в том слове режиссер, то, может быть, это проблемы бы не было. Но так не получилось. То есть, тут есть действительно такие вот лингвистические факторы. Не все из них легко объяснить, это все исследуется. Но некоторые я назвал, да, значит, тип суффикса, ударение, коннотации, ну, то есть, такие ассоциации с некоторыми суффиксами. Там еще много других тем, в частности, то, что когда-то эти суффиксы еще женщин по профессии, а жен мужчин, да, почтальонша значила жена почтальона, генералша значила жена генерала. Потом это стало меняться. То есть, есть генеральши сами, ну, там, в милиции есть генералы женщин, да, генеральши, есть жены. Это путается. Понятно, что когда тебя называют, имея в виду, что это твоя профессия, а кто-то понимает, что ты там чья-то жена, но это может уже возникать, может вызывать какие-то споры. И вот таких факторов еще много. То есть, если фантазировать, если бы мы вдруг все, значит, мирно стали, у нас не было других проблем, к сожалению, в мире много гораздо более насущных, серьезных и ужасных событий, но вдруг у нас бы других проблем не остались, мы стали бы обсуждать, как нам быть, то, может быть, было бы проще обсудить, какие слова использовать для профессий, такие, от которых легко образуются фамини-техни. и там, вместо режиссера используют постановщика. И тогда постановщик, ну, понятно, что это не избыточный, кто-то как делать не будет, но просто это чуть меньше вызвало бы таких внутренних проблем. Ну, просто потому, что вот некоторые суффиксы позволяют добавлять самопenergetic camino соответствующий дополнить, а некоторые нет. Ну, вот так, если коротко говорить. Ну, то есть, если подытожить, то помимо какой-то условно-механической причины неприятия фамини-техни, таких как ударение и суффиксы, есть еще и социальные этого причины, да, как вы его сказали, генерал-генеральша, вот отличный пример, то, что в целом, тем более раньше в литературе генеральше, как вы правильно сказали, была жена генерала, а не женщина генеральского звания. И у меня тут прямо сейчас прилетел вопрос как раз от Марии, авторки рубрики нашей про слова. Вы упомянули, что есть вот этот устоявшийся суффикс иня, да, богиня, рабыня и кого-то еще бы назвали. И вот Маша задает такой вопрос. Почему богиня нормальна, а филологиня ненормальна? Хороший вопрос. Но сходу можно сказать, что не очень хорошо получается, когда заимствованный корень с русским суффиксом или наоборот. То есть такое тоже бывает, конечно. Но, значит, мы понимаем, что бог, да, незаимствованное слово, раб, незаимствованное слово, а филолог слово, явно ощущающееся как заимствованное. Поскольку суффикс непродуктивный, то есть не используя, в целом не любящий добавляться к новым словам, что можно посмотреть по словарям и по примерам, то, ну, возникает некоторый такой, так сказать, диссонанс. То есть слово новое, судя по, видно, что такое, ну, заимствованное, а суффикс древний. Вот, например, поэтому. Ну и просто потому, что, ну, вот, ну, вот, бывает в языке продуктивные и непродуктивные элементы. Что-то, что работало раньше, а потом перестало. Ну, проще всего было бы использовать такую вещь, как слова типа супруг-супруга или лис-лиса. Это вообще древнейшие примеры, когда у слов вообще нет суффиксов, да? Там просто вот, это не супружник-супружница, а супруг-супруга. Казалось бы, это идеальная картина. Значит, ну, таких слов в русском языке практически нет. Лис-лиса, супруг-супруг. Раб-раба, но уже слово раба довольно старое, да? Или там, в турковом-савянском, оно не используется в современной русской речи. Ну, перестало такое работать. Когда-то было, сейчас перестало, поэтому, если мы будем говорить «блогер-блогера», я не знаю, да, или там «человек-человека», ну, это не сработает. Так что, ну, значит, вот такие два ответа, да, на вопрос Маши, что сочетание заимствованного корня и русского суффикса и непродуктивность. Вот уже тогда, когда мы стали в этих филологах, уже закрылось окно с «инями», они перестали появляться. Почему перестали? Вот на это уже очень, ну, я не умею ответить. Почему суффик «иня» оказался непродуктивным? Такие вещи очень трудно объяснять. Почему что-то перестает быть продуктивным? Иногда можно, но это непросто. Вот, собственно, мне кажется, что еще в этом ответе вы вроде как уже ответили на несколько наших других вопросов, которые нам присылали. Давайте я их просто озвучу, и мы еще раз на них для наших зрителей, кто их прислал, на них ответим. Один из них – это вот как раз вопрос, что новообразованные феминитивы, тут, я думаю, имеются в виду феминитивы как раз типа режиссерка, авторка и вот такие. Существует мнение, что новообразованные феминитивы использовать некорректно с точки зрения русского языка, но некоторые словари уже начали их включать. И вот вроде как можно их все-таки использовать или нельзя. Ну, я вроде уже тут пытался говорить, что я не очень понимаю, что такое что-то нельзя использовать. То есть нельзя в каком смысле? Я понимаю такой смысл. Нельзя, потому что надо понимать, что это будет кому-то неприятно и обидно. Вот такое нельзя я понимаю. Что не то, что ты нельзя, что тебя в тюрьму посадить, не дай бог, но что ты просто должен осознавать, что людям это будет неприятно. Ну, вот нельзя, наверное... Да. Ещё есть, что это неправильно. Ну, что ты в таком духе. То есть корректно или некорректно, я бы считал, что это вообще вот по отношению к использованию слов. Ну, не очень понимаю, что значит некорректно использовать какие-то слова. Можно считать, что слово не подходит к данному контексту, но это просто, так сказать, будет ошибочно. Значит, когда мы вместо хмурить брови и скалить зубы будем говорить скалить брови и хмурить зубы, ну, вот это будет некорректно в том смысле, что так не говорят. Ну, вот это будет ошибка такая лексическая. Ну, вот по-русски не говорят хмурить зубы и скалить брови. А могли бы. В этом смысле. То есть ошибка, которая легко будет заметить в носителе. Что касается феминитевов, значит, что означает некорректно? Что многим людям это будет казаться непривычно, безусловно. Безусловно, многим будет казаться непривычно. Это, в общем-то, касается всех новых слов. Очень редко слово появляется и тут же становится привычным, даже если оно совершенно захватит нашу жизнь. Слово QR-код появилось в какой-то момент во время пандемии, которые сейчас подзабыли, значит, QR-коды были ужасно важны. Ну да, людям было очень непривычно, было непонятно, как писать, как говорить, что это вообще такое. Ну, вот приходилось, ты мне не как-то это использовать. Непривычно. Словарь должен как-то на это отреагировать. Например, написать, как писать этот QR-код через латинские буквы, через русские, с дефисом, без дефиса, с пробелом, без пробела и так далее. Вот в этом смысле. Если словарь будет ждать, пока это слово станет всем привычным, ну, это уже будет бесполезно. QR-код, в конце концов, ну, сами QR-коды, конечно, никуда не исчезли, но вот эта актуальность пандемии исчезла, вроде бы, слава богу. Значит, ну, а словарь бы даже не успела замедлить. Словарь должен довольно оперативно реагировать, поэтому ясно, что если слово новое включено в словарь, то многим будет оно казаться совершенно непривычным. То есть, если воспринимать словарь как такой вот, так сказать, золотой стандарт, слово попало в словарь, все, значит, все могут его употреблять. А такое часто люди действительно так и считают. Есть слово в словаре, все, значит, это некоторый такой карт-бланш на его использование. Но это все-таки не так. Словарь фиксирует, что бывает и описывает в хорошем случае. Еще и указывает, когда оно бывает, кто так говорит и какое это может вызывать ощущение. В этом смысле мне, я вот, очень хотел бы, чтобы словарь такие вещи отмечал и в общем стараются в общем сейчас начинают такое делать. Например, мы там активны словарьевского языка. Очень большая система помет, где в общем отмечается довольно подробно какие слова новые или разговорные, разговорно сниженные, просторечные, обиходные, такая большая градация. Потому что, что слово есть, это и без нас люди услышат его. А вот то, как оно воспринимается обществами, кем оно как употребляется, вот это нужно исследовать. Словарь должен, кем должен это отмечать. Вот. То есть, то, что какие-то словари включают в себя какие бы то ни было новые феминитивы, мне кажется, очень хорошо, потому что словари заметили новое слово и его включили. Если словарь где-то говорит у себя на отложке все слова, которые у меня включены, это идеальные русские слова, употреблять их всегда и везде, ну, тогда у нас меньше доверия такому словарю, потому что ясно, что слова могут вызывать разные ощущения, надо отмечить. Вот. Понятно. Так, в общем-то, и не делаю. И вот в связи с этим как раз хотелось бы вспомнить то, что у нас с вами вот совсем недавно вышли карточки в наших соцсетях, где мы просили вас прокомментировать закон, который был подписан 28 февраля об охране русского языка от излишних заимствований. И под этими карточками собственно мы начали собирать вопросы и подписчик задал нам вот такой вопрос. Реально ли вообще заменить все заимствованные слова, которые мы употребляем в постоянной речи, например, название профессий, на русские аналоги? Ну, реально, я коротко, это нереально. То есть, нереально вообще в целом в языке что-то отменить и что-то заменить нереально никогда не работает. Конкретный один человек может задаться такой цель. Есть такие эксперименты, в основном эксперименты писателей и поэтов, которые себе ставят какие-то ограничения. Например, как известно, Сергей Долатов мне писал такие предложения, в которых будет больше одного слова на одну букву. Вот у него была такая идея, что это ну вот как-то сделать текст более красивым или еще почему-то. Ну, так вот можно это заметить. Практически нет исключения. Интересная вещь. Или есть такое целое движение французской литературе не использовать какую-нибудь букву вообще. Есть вот такой знаменитый аромат, который в русском переводе называется исчезание. Он называется неисчезновение. Даже видно по этому слову, что там слово букву О решено не использовать. В французском оригинале там была буква Э, то есть Э, но по-русски решили О не использовать. Такой эксперимент человек не использует. Ну вот пробует. Весь язык не сможет. Так, человек может. Есть люди, которые ставят не используют заимствованные слова или постараться это делать. Ну вот такой тип человека описан Солженицыным в романе Круге Первым. Такой герой по фамилии Салагдин, который был прототип, реальный человек, но понятно, что это все-таки художественный образ, который старался, ну вот, не использовать заимствованные слова. Что он называл их птичьими, там, и даже он иногда ошибался. Вот там, скажем, когда такое слово сфера, а его поправляет герой сфера, птичье слово. Он говорит, да, надо было сказать о шарии вместо сферы. Ну, то есть, при всем желании человеку трудно так делать. Это, если это еще я говорю про слова, про которые, ну, как бы очевидно, что они заимствуют иностранные, да? Потому что сфера, само наличие там звука Ф или буквы Ф говорит о том, что слово, по-видимому, не русское. Ну, это лингвист знает, что слова в русском языке когда-то не было вообще звука Ф. И, значит, все такие слова с буквой Ф эти слова заимственны. практически все, за исключением нет как звуковоподражания в целом заимственны. Потом-то появилось, ну, то есть, то, что сфера ощущается как там заимственное слово, наверное, можно сказать. Ну, а слово чай, а слово хлеб, а слово кровать, а слово бутылка, ну, понятно ли, что они... То есть, это требуется исследованию. Даже любой лингвист иногда заметит сходу по виду слова, что оно заимственное. Потому что это надо смотреть в этим логические слова. Получается, человек, который задастся целью всегда не использовать, никогда не использовать иностранные слова, должен просто ходить на перевес этим логическим словарем и каждый раз с ним справляться. Вот, а случайно ли не заимствовали это слово? Ну, это, вроде, невозможно. Можно, конечно, не настолько смешно, да, можно считать, не использовать только такие иностранные слова, которые, ну, вот, не прижились, как вы сказали, применитивы, такие, которые уже давно существуют как писательницы, значит, будем использовать, а новые, ну, то есть, вот у нас, какие-то, вот сегодня у нас, значит, 25 мая, 2023 год, какие слова до того были в словарях, хоть уже иностранного, но, значит, происхождение, те используем, вот поставим такую планку. С 26 мая все, какое появилось новое слово, считаем новым и не используем. Можно, это проще, потому что еще к ним не привык, но не очень понятно, зачем это делать, зачем специально следить заимствование слова или не заимствование. То есть, ну, может оказаться, конечно, что, значит, заимственное слово звучит непривычно, просто потому, что в разных языках разные, ну, скажем, просто звуки. Ну, вот я часто привожу пример со словом технологии Bluetooth. Вот я сейчас с вами говорю, у меня наушники подключены по технологии Bluetooth, значит, беспроводная технология, названная в честь, между прочим, датского короля Харальда Синезубова по фамилии Bluetooth, то есть Синезубов. Значит, ну, нет в русском языке звука С, ну, сложно, что делать, значит, то ли как-то его заменять, говорить Bluetooth, 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 еще как-то там, я это как-то исследовал, то ли пытаться ввести в русский язык, как я сейчас сказал, Bluetooth, Bluetooth, ну, неестественно, сложная проблема. часто бывает, что ты заимствовешь слово из языка, где другой звук, или даже, положим, такие звуки есть, но их сочетание довольно непривычно для твоего языка, и поэтому кому-то кажется, что такое слово, ну, как бы, ну, вот сложно, сложно использовать. Чаще бывает не так, чаще просто новое слово кажется заимствованным, в смысле, является заимствованным, но кажется, ощущается как-то, заменив какое-то, какое-то старое. Вот в какой-то момент был спор о слове митболы, вот что в кафе поводились писать митболы, в то время, как есть обычное русское слово котлеты. Смешно, что, конечно, слово котлеты тоже заимствованное французское, но уже привычное, вот мы, значит, его котлеты не воспринимаем как заимствованное, а митболы воспринимаем. То есть, понятно, что идея стараться уменьшить использование слов труднопроизносимых и имеющих какую-то трудную структуру для твоего языка, но она понятна. Но такие слова и сами вряд ли придут в больших количествах. А слова, которые вписываются, так как бы не очень понятно. Еще есть такая идея, вот, собственно, в этом законе говорится, что, ну, мол, ну, а зачем, если уже есть, да, вот как с котлетами? Ну, же есть котлет, зачем митболу? Да? Значит, уже есть свидание, зачем дейт? Ну, например, там, я не знаю. Значит, на это лингвисты обычно отвечают, раз так получилось, значит, это было нужно, потому что, значит, язык обнаружил необходимость это сделать. значит, между этими словами есть какие-то различия все-таки. Они, как-то, у них какие-то разные оттенки смысла. Если слово появляется, это не просто потому и никогда или почти никогда не бывает так, что про слово модное, оно запил какое-то старое слово. А значит, оно немножко другое, у него другие ассоциации, у него чуть-чуть другое, другое значение. Что-то, что-то у него, ну, вот есть встреча, а есть митап, такое новое слово, митап. Ну, казалось бы, ну, зачем? Ну, было уже слово встреча. А тем не менее, я думаю, что те, кто словом митап владеют, я редко использую, но слышал, что оно есть, понимают, что что-то они будут назвать встреча, что-то митап, это немножечко разное. Может быть, такое слово не приживется, а может быть, и приживется. Но что инвестиции знают точно, что язык не терпит бессмысленных синонимов, которые ничем не отличаются. Рано или поздно, либо первый старый уйдет, либо новый уйдет. И вот, кстати, у нас было исследование тоже в Яндексе на тему того, как изменился русский язык за последние сто лет. Там взяли дневники, которые люди писали в начале 20 века, до войны, и современные блогеры и сравнили те слова, которые тогда не было, теперь появились, и наоборот. Ну, там очень много, естественно, то, что появилось новое, понятно, что ушло старое, тоже интересно. Но вот там я с некоторым, может быть, чуть-чуть удивлением обнаружил список, целый список заимствованных слов, которые, наоборот, ушли. Не то, что пришли и победили, а ушли. То есть, были слова «телефонировать». В 20 веке было. Ушло, никто еще не говорит телефонировать. Это видно, это я говорю, никто, пользуясь данными, а в долгах нет. Визитировать. Нет, не говорят. Ходить в гости три слова, казалось бы, длиннее. Нет, не победил и визитировать. Конфузиться. Ну, конфузиться, положено, не совсем ушло, но смущаться, просто видно, что чаще используется. Конфузиться стал использоваться гораздо реже. Отрекомендоваться. Я отрекомендовался таким-то. Нет, я отредставился. Рекомендации. Есть, нормальные слова. Сейчас, попал в реки, рекомендации, в ТикТоке тоже слово-то не ушло. Но в этом значении ушло. Иллюминованный вместо освещенный, аэроплан вместо самолет, еще какие-то такие слова. Могут ли не прижиться? Не то, что если уж поднимесное слово попало, то все пиши пропало, оно тебе хорошее, твое родное слово забьет. Нет, может не забьет. Забило слово ОКО. Да? Вот ОКО осталось производных, очки, окно, очный и прочее. Но вот мы не говорим только врачу, что у меня очи заболели или там такое, значит, говорим глаза. Заимственное, не германское. Даже такое базовое слово может оказаться, что победит. Так может быть. Нам, лингвистам, очень интересно изучать, как так происходит. Но нисколько не хочется как-то возмущаться. Ну как же это так? Какие-то слова пропали вместо них какие-то заимствования. В моем, кстати, канале, я особенно отмечаю слова, которые пришли из каких-то, ну вот, понятно, что все-таки английских больше, но слова, которые пришли из каких-то других языков. Ну вот я упоминал Наринешку, которая, значит, от армянского имени. Наринен. Ну вот какие-то тут недавно у меня... А, Акуна Мататить. Это значит, Акуна Матата из мультика Король Лев. Само слово, ну два слова, Акуна Матата из Суахили, никаких проблем благодаря этому мультику. И это оказалось довольно частотным словом. Люди пишут, Акуна Мататить, отдыхать, ни о чем не думать, развлекаться, расслабляться. Значит, заимствование Суахили. Или недавно такое слово Капиш. Вот вы слышали? Вот такое. Капиш, коплю. Не Ко-пиш, а Ка-пиш. Значит, понимаешь, понимаю. Капиш, коплю. Значит, такой глагол. От итальянского Капиши. По-видимому, изначально из разных фильмов про мафию итальянскую, где какой-нибудь там офис говорит, копейщик, понимаешь. Удивительно, встроился русский язык, стал спрягаться, как русский глагол. вот итальянское современное заимствование. Вот. Ну, и там, как это слово Дагмама у меня недавно было. Дагмама. Это, оказывается, норвежское слово. Это такая, такая реалия, когда мама забирает себе детей. Ну, другие мамы идут работать, а одна мама берет, такой детский садик импровизированный, просто она берет детей, вот как-то норвежское слово попало в русский язык, пока я мерил. И наружу оно кем-то используется. То есть, не только английский язык. Ну, вот, возвращаясь к вопросу слов, в котором кажется, ну, вот есть уже в русском языке такое слово, зачем еще одно? Вот, есть же слова, даже в русском языке, у которых есть много синонимов. Да, и обычно мы выбираем какой-то один, но если мы пишем какую-то статью или какое-то там, да, произведение литературное, то мы используем много этих синонимов. Вот, все равно же все эти синонимы всегда обладают немножечко разной окраской и поэтому они есть в языке. Или же существуют синонимы, которые прямо полностью идентичны. Возможно ли такое? Практически нет. Я специально, ну, вот там, читаю курс по лексикографии. Я там, в свое время, первые словарь, которыми я занимался, когда меня пригласил художник Юрий Дельковича Плесян, это новый объяснительный словарь синонимов. И там как раз очень подробно описывались синонимы и специально пытаясь найти примеры совершенно одинаковых во всех контексте заменимых синонимов, обнаружишь таких практически нет. Даже христианативные примеры вроде гипопотам, бегемот, все равно немножко разные. Разные ассоциации есть, какие-то шутки с бегемотом, гораздо меньше с гипопотамом. Или какой-нибудь близорукости, миопия, совершенные синонимы, тем не менее там политическая близорукость, мы говорим политическими, а миопия там мы не говорим. Или там даже вот слово возвратить и вернуть, даже они, в общем, тоже есть случаи, в которых одно слово предпочитаем другому. Так что нет, практически очень мало в языке совершенно одинаковых синонимов слов совершенно одинаковых значений, которые во всех контекстах легко взаимозаменимы. Обязательно будут какие-то оттенки. Понятно. Мне кажется, что мы закончили со всеми вопросами, которые у нас были в списке. Сейчас то самое время, когда вы можете задать Борису свой вопрос в комментариях. Вот у нас уже есть один, нам его прислала Анна. Анна пишет, подскажите, как быть с составными словами? Мне кажется, что этот комментарий пришел, когда мы с вами обсуждали феминитивы. Наверное, он связан с этим. Анна в комментариях меня поправит, если я не права. Я думаю, что вопрос как раз к таким словам, как режиссер-постановщик, допустим, или не знаю, вот такое. Как правильно было бы от них образовывать женскую форму? А, что как бы, да, это очень интересно. Оба склонятия или только одно, да? Да. То есть с режиссером-постановщицей, да, или с режиссером-постановщицей, или с режиссеркой-постановщицей. Очень интересный вопрос, да. По-моему, такие слова бывают по-разному устроены. Бывают такие слова, которые, значит, оба части, оба, знаете, вагон-ресторан, вагоне-ресторане, вагон-ресторан, там оба склоняются. Бывает, что диван-кровать лежит на диване-кровать, а не на диване-кровать, кажется. То есть там они по-разному могут быть. Если речь идет о феминитилах таких, то это действительно очень интересный вопрос. Надо поизучать, как оно реально бывает, если, как я бы сказал, да, с режиссером-постановщицей, режиссером-постановщицей, с режиссеркой-постановщицей, не знаю. Интересно. вот я из своего, наверное, на опыту приведу пример. Вот у меня моя мама еще в советское время работала стенографисткой-машинисткой. И вот у них всегда было в женском роде стенографистка-машинистка. Да. Стенографистка-машинистка. Ну, да, да, наверное. Машинистка отдельно очень интересный пример, такой редкий пример комитива, которого нету маскулятива, да, то есть есть машинист, но оно другое значит, обычно машинист-поезд, да, и это какая-то реальная проблема, насколько я знаю, для там состоительных трудовых книжек, когда человек работает машинисткой, но он мужского пола и там хотел бы, чтобы как-то, значит, твоя профессия была таким образом названа, но вот нету. С стенографистом, видимо, нет такой проблемы. Просто там что не то и другое возможности. Недавно я совсем читал обсуждение, что кому-то отказывались писать, что он работает медбратом. буквально я только что видел, что вот медбрат, вот нет у нас в реестре такой профессии, пишем только медсестра. Значит, этот человек, ну вот, считал, что если он мужского пола, то, чтобы у него было написано, что он работает медсестрой, вроде бы, как-то неестественно. Да, такое, такое может быть, да. Интересно. То есть бывают и обратные проблемы, не только женщина-режиссер, но и мужчина-медсестра. Да, но понятно, что социально они гораздо менее как-то острые, потому что проблема, наверное, направив все-таки в эту сторону гораздо меньше, чем в другую. Но в качестве таких казусов такое можно себе представить, да. Да, интересно. Так, ну вот я не вижу больше, чтобы нам пришли какие-то здесь вопросы в комментарии. Тогда, я думаю, наверное, мы завершим с вами на этом эфир. Спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами сегодня провел прямой эфир лингвист и автор словарей Борис Иомдин. Канал Бориса узнал новое слово, мы разместим в подписи к эфиру, который вот мы выложим, вот сейчас мы его завершим, сразу выложим, он будет доступен к просмотру в Инстаграме и в нашем паблике таких дел по ВКонтакте. Борис, спасибо вам большое за ваше время. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я хотел подчеркнуть, что я, важно заметить, что я старался везде так, объективно стараться говорить, так сказать, с научной точки зрения, хотя неизбежно понятно, что многие такие проблемы имеют такой социальный разрез, но вот я даже специально такую футболку наделал, не знаю, видно или нет, тут написано, я не осуждаю, я только анализирую. Не очень видно. Judging and just analyzing. Я не осуждаю, я только анализирую. Вот я хотел бы это такой флозунг, что вот я с исследовательской точки зрения здесь выступаю, хотя понятно, что как носитель языка я, как и все другие, тоже имею какие-то свои ощущения, но это кажется не так интересно, как и ты исследовательский. Настоящий научный подход. Ну, хочется надеяться, да. Спасибо. Спасибо вам большое, хорошего вечера. Спасибо, всем большое, спасибо за внимание. Спасибо.